Попросили написать программку, которая проверяет, кто победил в крестиках-ноликах. Крестики-нолики или победила дружба. Есть несколько вариантов решения этой задачки. Как минимум, самый простой — это обход всего. Еще один вариант, который кажется мне достаточно простым, но интереснее, чем вариант обхода, это вариант, когда у тебя просто перечислены все выигрышные комбинации, а ты, соответственно, из них выбираешь ту, которая сейчас сыграла. Что нам понадобится? Нам понадобится, соответственно, описание рядов и колонок. Делать будем для простого поля 3х3. Для каких-то более интересных случаев, когда у нас есть поле n на n или вообще бесконечное поле, боюсь, что не в этот раз. Так. Структура — это хорошо. TypeDef для структуры еще лучше. Так. Теперь самое сложное. Теперь нужно каким-то образом все эти комбинации заполнить. А их как бы дофига. Но в этом дофига должна прослеживаться какая-то система. Иначе тяжко. То есть, что у нас есть? У нас, условно говоря, есть TopRow, MiddleRow, есть какой-то BottomRow, есть, соответственно, левая колонка, правая колонка, и средняя колонка тоже, разумеется. Так. Ну и по-хорошему у нас есть еще две диагонали. Это, соответственно, из верхнего левого в правый нижний и из, скажем, правого верхнего в нижний левый. Так. Теперь, значит, что здесь должно происходить? Должно быть как-то вот так. И здесь получается самый простой вариант. То есть, у нас в рядах меняется только второй индекс. Можно немножечко упростить себя задачу. Можно сделать примерно вот так. И здесь будет примерно вот так. И, соответственно, здесь будет еще на клавиатуре плохо работает стрелочка вниз. С колонками, соответственно, история будет несколько иная. Здесь, очевидно, изменение должно быть вот так. Нам понадобится для средней колонки это будет вот так. Для правой колонки это будет вот так. Так. Теперь осталось не напортачить с диагоналями. Что у нас здесь есть? Соответственно, что такое из левого верхнего в... Это 0, 0, 1, 1 и 2, 2. То есть, вот так прошли. Из правого верхнего это получается у нас 0, 2 через середину и в самый низ. Так. И для того, чтобы сделать нормальный обход, нам понадобится еще какой-то финальный элемент. Тоже, значит, вот такая структура. Тут уже... Вот. Если в этих штуковинах все в порядке, то дальше все тоже должно играть яркими красками. Следующий важный кусочек. Это, собственно, как у нас будет заполнено поле, какими элементами. Ну, пусть оно будет заполнено, соответственно, крестиком, как иксом, буквой о, как ноликом, и пробелом. Пробел вот так запишем. Эти для симметрии тоже вот так вот запишем. Так. Значит, сделаем какую-то такую вот функцию. Она будет принимать на вход у нас доску размера банального 3х3. Вообще, конечно, грамотнее было бы вместо инта сделать какой-то инам, там подставлять какой-то исход, но что-то формат не подразумевает. Что у нас будет? У нас, соответственно, будет хранилка каких-то результатов. У нас должен быть какой-то указатель для обхода. Так. И, собственно, какой-то цикл, который должен как-то двигаться. и, значит, во всем этом многообразии пытаться найти истину. Чего будет? Будет примерно так. Соответственно, здесь проверяем ряд. здесь проверяем колонку. Здесь сюда, здесь сюда, здесь сюда, здесь сюда. Так. Теперь надо понять по этим результатам у нас вообще как бы вин-вин или что-то не зашло. Так. в общих чертах. Ну, и, соответственно, оставшийся единственный исход это, получается, ничья. Ее мы закодируем ноликом. Повторюсь, и нам, конечно, было бы сильно правильнее в данной ситуации, но что-то как-то лень. Теперь теоретически у нас есть все, что нужно для завершения. Осталось только проверить, насколько придумка корректна. Сделаем доску, в которой заведомо побеждают крестики. Посмотрим, что может быть. Ну, простите уж опять за банальность, значит, крестики будут побеждать вот так. Для разнообразия и вот как-то так. Но, поскольку проверить нам нужно не только крестики, а вообще, говоря, все, что у нас возможно на доске, мы сделаем еще доску для ноликов и доску для ситуации ничьей. Осталось только вспомнить, как по-английски ничья, но будем считать, что это дроу, и мои воспоминания из текена текена и мортал кумбат меня не подводят. Так, а здесь нам нужно придумать какую-нибудь ситуацию, чтобы, соответственно, никто не победил. Ну, вот в такой ситуации. Так, здесь у нас побеждают крестики, здесь побеждают нолики, здесь никто не побеждает, жизнь полна горьких разочарований. Так, соответственно, здесь поищем результат для нашей доски одной, а у меня все еще плохо работает, кнопочка вниз на компьютере. Здесь поищем результат для нашей и здесь посмотрим, удалось ли отловить вариант, когда победитель не обнаружен. Так, ну вот, Hello World это прекрасно, мы его немножечко перефразируем. Здесь будет, соответственно, результат для крестиков. Похожая вещь нам понадобится для ноликов, похожая вещь понадобится для ничей. здесь нолики, здесь ничья. Так, ругаются ли... А, простите, это на автомате. Естественно, где есть х, там должен быть у, но в нашем случае не так. Ну, вроде как, в общих чертах на нас никто не ругается, уже полдела есть. посмотрим, чего как. Момент истины. Ну, заработало. Это, в общем, говоря, неплохо. И я напомню, что оптимальности здесь нет, но ровным счетом никакой. Это самое простое лобовое решение, которое можно собрать было на коленке. Вот оно и собрано.